Сегодня в выпуске. У Путина все идет по плану. Или там все планом обкурились? От России отворачивается даже северокорейский ким. Дурдом во всей красе. На российском телевидении обсуждают планы захвата Европы. В территории западного военного округа входят контингенты в Эстонию, в Латвию, в Литву. В России хоронят санкции. А в Беларуси надежды. Особого результата я не вижу. В глубоком Новитебщине встречают Лукашенко. На коленках поползу. У Путина все идет по плану. Так он недавно заявил из своего бункера. И развенчал миф о западном обществе. Данные международных организаций, которые прямо говорят о том, что социальные проблемы даже в ведущих западных странах в последние годы только обостряются. Что растут неравенства, разрыв между бедными и богатыми. Дают о себе знать расовые и национальные конфликты. Миф о западном обществе всеобщего благоденствия, о так называемом золотом миллиарде, рушится. Все у них идет по плану. Или всем там дали по плану. Практически как у Высоцкого. Покуришь план, пойдешь на бан. А может что и покрепче употребляют? Из Аргентины же возили дипломатической почтой. А то все гадают, зачем вы России дипломаты? Оказывается, дипломаты в дипломатах дур возят. Да и своей хоть отбавляй. Дальше в песне у Высоцкого было. А на разбой берешь с собой надежную шалаву. Но тут шалава оказалась ненадежной. Да отдала территорией попользоваться. А замуж не пошла. От операции самоустранилась. Ни один белорусский солдат на Украине не воюет. Два союзника. Их там нет и нас там нет. А в Российской Госдуме нашли еще одного кандидата в союзное государство. Там депутат от Компартии Казбек Тайсаев предложил взять курс на углубление интеграции с Северной Кореей. Тайсаев предложил снять санкции Северной Кореи и обрести нового партнера. КНДР – маяк подлинного социализма для всего мира. Корейцам удалось сохранить в своей стране социализм. Что, к сожалению, удалось немногим из числа государств социалистического содружества, заявил он. Но, по слухам, Ким Чен Ын назвал Путина слишком сумасшедшим из-за войны с Украиной. Если уже корейский Ким не хочет интегрироваться с Россией, то про Кима из Николаева и речи быть не может. В общем, борды, которые стоят в центре города везде. У нас не хватает этого швеллера. Мы их сейчас всех демонтируем и пустим на ежи. Держись, Николаев. Слава Украине! Огромное вам спасибо за ваши отзывы, за ту поддержку. Очень много комментариев было про буквы «З» и «В», что они означают. Есть разные версии, от правдоподобных с точки зрения российских военных, до курьезных. Например, «З» – это первая буква таких слов, как «ноль», «зеро», и первая буква символа «цинка», а еще это половина свастики. Если наложить крест-накрест «З» на «З», получится свастика, пишет нам наш зритель. Еще одна версия буквы «З» – символ одной извилины. Также буквы «В» и «З» символизируют вату и зомби. Еще нам пишут, что таким образом Россия постепенно переходит на латинский алфавит. Вот уже в названии своего избиркома букву заменили. И жаполизы из Беларуси поддержали эту инициативу. На хлебокомбинате в Бобруйске анонсировали новую линейку хлопьев с символом российских оккупантов – завтрак. Наверное, руководство комбината таким образом из долгов предприятия пытается вытянуть. А еще было объяснение, что буквы «В» и «З» означают инициалы Владимира Зеленского. Мол, уважают его в России так, что инициалы на своей технике пишут. Комментариев на эту тему очень много. Все мы не можем озвучить, но всем за них еще раз огромное спасибо. Также не забывайте ставить лайки. Россию выгнали из Совета Европы и сняли ее флаг. Может, и границы Европы пора уже по-новому провести? Но, похоже, планы обкурились не только у Путина. Вот и у Скобеева и всерьез обсуждают планы захвата Европы. И не где-нибудь в сумасшедшем доме, а на государственном телевидении. В это время на территории шведского острова Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты. Они в Украине завязли, а уже Европу делят. И так гладко у них выходят в телеке. С территории западного военного округа входят контингенты в Эстонию, в Латвию, в Литву. Мало того, еще и Боснии начали угрыжать за ее желание вступить в НАТО. Будет как с Украиной, пугают. Только непонятно, что они имели в виду. Может, то, что Россию и там тоже всыпят, как в Украине. А пока в России строят планы, как наказать Запад, тот сам стал наказывать россиян. В Канаде арестовали российский грузовой самолет Ан-124 «Руслан». Он теперь будет транспортировать оборонные грузы между США, Канадой и Украиной. Все как у Пушкина. Людмила была дочерью киевского князя и вышла замуж за Руслана. А ее похитил злой карлик Черномор. Вот сейчас Руслан и вернется в Киев к Людмиле. И княгиня Ольга была женой киевского князя Игоря, а не российского олигарха Игоря Сечина. Поэтому на Кипре у него и конфисковали яхту княгиня Ольга. Историческая справедливость. Россию ее же пропагандисты часто называют великой страной с лучшим в мире образованием. Особенно Михаил Задорнов продвигал в свое время этот тезис, обзывая американцев тупыми. Может он прав был? Где ж американцам додуматься до того, что решили жители Белгорода, которые находятся недалеко от границы с Украиной. Там жильцы одной из многоэтажек насмотрели с телевизора и попросили соседей не кормить голубей. Якобы птиц заражают в американских биолабораториях в Украине, чтобы убивать русских, хохлов, армян и евреев. На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы. Тут и добавить нечего. Образование так и прет. Как у народа, так и у его руководства. Не отстают от россиян и их союзники в окружении Лукашенко. Там в Министерстве информации набрали таких спецов, что они или языка белорусского не знают, или не знают, как на компьютере поставить белорусскую раскладку клавиатуры. На сайте этого министерства находится актуальный список экстремистских материалов. Также экстремистскими признаны ряд логотипов крупных телеграм-каналов. Причем белорусскоязычные названия каналов написаны русскими буквами. «Моя страна Беларусь», «Супратиум». Таких телеграм-каналов не существует. Тот, кто писал это, говоря по-белорусски, просто доубня. Хотя что тут удивляться? Даже Лукашенко в паспорте записан в английской транскрипции не с белорусского языка, а с русского. Так какой же он тогда белорус? И чьи интересы защищает? А в Омске такие же доубни, ой, ритуальщики, похоронили инстаграм, кока-колу, бургеры, доллары, евро и пакет с санкциями. И венок положили. Как у Лукашенко на столе. В память о неизбывшихся планах. Вроде бы и программы есть, и деньги выделяются. Может быть, что-то мы и создаем, но особого результата я не вижу. А пока он ездит по райцентрам, видно, хочет сам увидеть, куда деньги уходят. Подробности далее. А я прощаюсь. Слава Украине! Живе Беларусь! В глубоком, на Витебщине, ждут Лукашенко. Диктатор в городе не был уже 18 лет. И вот решил осчастливить прилететь. Больше ж летать некуда. К Путину каждую неделю не налетаешься. Небольшой городок уже сколько дней стоит на ушах. В городе ремонтируют заборы, ремонтируют дороги. Асфальт кладут прямо в снег. И дорога смотрится, как бока у пестрой коровы. Также покрасили и забор на молочно-консервном кабинете. А может, это стиль такой? Под корову подстраивается, что стоит возле заводской проходной. Кстати, ремонты делались за счет работников. Говорят, люди сами краску покупали. Ну, как в анекдоте. Скажи, белорусу повесится, так он и веревку из дома принесет. Если эксперимент пройдет удачно, можно и зарплату потом не платить. Но главное, чтобы работа была и не выгнали с нее. Тогда надо кассира на проходную посадить. И деньги за проход на работу брать. Вот так и поднимем с колен экономику. А пока в городе тренировались с посадкой вертолета. Охранников уже наехало, все гостиницы заняты. Ну, будет как в мультике про крокодила Гену Чебурашку. Только в глубокое прилетит не добрый волшебник, а злой колдун. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Кино он точно покажет, но только далеко не бесплатное. И в очередной раз пообещает всем по 500. Но только ни с кемо и ни долларов. Про них он уже сказал забыть. Сейчас этот доллар уже потихоньку начинает проседать. Потому что никому не нужен будет завтра. Особенно в связи с этими санкциями, которые введены против нас. Скорее, наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань. Будем обещанное в юанях получать. Правда, говорят, кто в Белоруссии живет, тот в цирке не смеется. И наши давние знакомые, баба Галя и дед Гриша, готовятся к приезду шкловского идола. А что ты делаешь? Табеш, звоню. Не могу некогда звониться. Табеш, звонюсь, а у нее целый день. А где смартфон делаешь? Так выкинула я такую заразу. На что надо нам? Как бы это из чертовой матери выкинула, как бы не было. Во, у меня только телефон есть, портрет, телевизор, мне больше ничего не надо. Чего звонила Гришка? Прилетил же ж батька до нас. Че чул ты это? Ну, 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 аж уже вертолет гудел. Так я вызбираюсь, поглядь его. Самогоночки выгнала, пойду шустракать. Там же шохранников по городу, че я застрелюсь. Не застрелюсь, Жишка. Во, глядень, як я пойду. Я ж во, як придумала. Кто ж меня так застрелить? Я ж во, во, так во, флаг возьму, тады возьму портрет во, возьму с собой, во, так во. На коленках попалзу, во, во, попалзу. Видела, як я негад рисую, так я вот так во, вот букву во, зэ нарисую на лбу. Во, я гад так попалзу, как показать, что я за Путина, за Лукашенко, за наше войско советское. Как я не победили там, ака Украиня. Ну, а мы вам советуем думать своей головой, а не телевизором. Ну, надеемся, вы так и делаете. Всего вам хорошего, несмотря ни на что. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы побольше людей узнало правду. До новых встреч. Слава Украине. Живи Беларусь.